И всем здорово, народ! Сенка на связи. И сегодня мы будем открывать контейнеры на КПФПЗ-70. Но перед тем, как начать, я бы хотел затронуть одну щепетильную тему, скажем так, по поводу ваших комментариев, по поводу того, куда я трачу деньги, и смысл ли тратить их вообще на пиксели, по поводу моего воспитания. Так вот, хотелось бы сказать, что вас это вообще никак ебать не должно, куда я трачу деньги, и вообще считать чужие деньги, это как минимум некультурно и неприлично. Так что, если вас что-то не устраивает, вы можете прямо сейчас свернуть видео и идти смотреть, заниматься своими какими-то другими делами. Так, все, кто надо, все уже ушел, а мы начинаем. Я уже на этом аккаунте прошел ивент на контейнеры. Открылся 4 контейнера за... Вот тут недавно был ивент на А-32, и из него я забрал 4 контейнера. Ну что ж, поехали. Голда есть, поэтому будем открывать до конца. Танк мне здесь нужен. Из призов здесь не особо что интересно падает. Хотя вот сейчас сколько есть интернерез-классмана выпало? Вроде как много. 500. 250. Два раза по 250, но неплохо. Судя по видосам у других людей на канале, в среднем КПЗ выпадает за 36-37 сундуков. Но если учитывать то, что у меня уже было открыто 4 сундука, и то, что как-то... Потому что это новый аккаунт здесь может ввести на разные призы, поэтому, скорее всего, будет гораздо быстрее. Вот сейчас вот мы зайдем в лог, потому что я открыл всего 7 сундуков, у меня уже 2-175. Значит, 250... 150... 250... 250... Ну, по 250 штук стабильно падает. А минимальный... Минимальный вроде бы 100. Так, да, минимальный 100 талисманов. Ну, ладно. Идем дальше. Сейчас вроде бы 175 упало. Немножко падает голды, немножко падает серебра. Ну, от этого, в принципе, смысла особого нет. Если учитывать то, что один сундук стоит 700 голды, а когда тебе выпадает по 100 или вот по 75 тысяч кредитов, ну... картошки же надо тоже как-то деньги зарабатывать. Вот они... выдают в итоге танк. А сами сундуки получаются говном. В принципе, содержимое самих сундуков меня особо не интересует. То есть, единственное, что из этого меня интересует, это только талисманов. Вот сейчас выпало всего лишь 100 талисманов, например. Зато 150 тысяч кредитов, которые, опять-таки, не стоят 700 голды. 100 золота. Ну, зачем? В смысле в этом золоте особо нет никакого. Так, чувствуется мне, придется докупать еще 10 контейнеров. Опять золото. Тем временем у нас это все три контейнера, но у нас еще есть голда на 20 штук. Поэтому танк сегодня будет по-любому. 175 тысяч кредитов. Ну, 175 тысяч это... Сейчас посмотрим, сколько это будет в голде. Если что, то один сундук стоит 700 голды. То есть, 175 тысяч, это все равно не подходит никак, потому что, ну, 440 голды, грубо говоря, не упало. Смысл от этого вообще никакого. То есть, по сути дела, каждый сундук я выкидываю, ну, в районе половины его стоимости, просто так, на ветер. Тем временем у нас закончились контейнеры. Мы докупим еще 10 штук. Так, ждем, пока они придут. Отлично. И поехали открывать дальше. У нас осталось всего лишь 1400 талисманов до танка, которые я не надеюсь вытащить из этих уже оставшихся 8 контейнеров. Но, в принципе, может быть все, что угодно, поэтому мы не будем расстраиваться. Но, в принципе, еще и голда есть, так что все будет хорошо. Танк мы сегодня увидим 100%. Остается у нас 5 контейнеров. 4725 талисманов. Меньше 1000 уже осталось. Опять сотка всего лишь упала. А начало было хорошее, когда падало нам по 250 штук. Уже сейчас больше 150 точно выпало. Ну-ка, надо посмотреть даже сколько. Не видно почему-то из-за разрешения экрана, скорее всего. Но ничего страшного, ну, там выпало явно больше сотки. Не придется еще докупать 10 контейнеров. Еще 200 выпало. 1050, точнее говоря. Неплохо, неплохо. Тем временем у нас остается отлично. Прямо впритык. Красота. И ждем наш гарантированный танк. Поехали. Раз, два. Еще и Т-15. Ммм, красота. Можно заскринить, хотя на основе у меня этот танк уже есть. Вот тут он из сундуков. Итак, значит, смотрим. У нас есть Т-15. Песочный мусор, который нужен просто для коллекции слотов. То есть, его потом продать, когда будет спок не хватать. И все. И, конечно, тот танк, ради которого это все затеивалось. Затевалось. КП в КЗ-70. В принципе, можно будет даже из этого аккаунта неплохой твинг сделать. Может, даже канал свой создам. Но это уже совсем другая история. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал. У нас тут совсем чуть осталось до 8 тысяч на момент записи ролика. Так, скорее всего, уже будет 8 тысяч на канале. Но цель-то вы понимаете. 8 тысячами ничего не ограничивается. Потом ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь обязательно на группу ВКонтакте. Там происходит анонс. Даже этого видео были. Был в группе ВКонтакте. И вообще, всех моих видео и стримов Рома. Все они из группы ВКонтакте. Также там открытая стена, где вы можете постить, к примеру, свои бои. Задавать любые вопросы. И, в принципе, получать удовольствие хоть какое-то от танков ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Увидимся.